Друзья, добрый день. Давайте начинать наш вебинар. Яна Михайлова, я модератор сегодняшнего вебинара, помогаю ведущим и нашим зрителям. Ставьте плюсики, если у нас все хорошо, связь подключилась как следует. И начинаем. Сегодня мы с вами поговорим об автоматизации первой линии поддержки, затронем тему обработки негатива на этой линии с помощью чат-ботов и голосовых роботов. Мы постараемся говорить кратко, по сути, и покажем вам много практических примеров. Небольшая вступительная организационная часть. Примерно минут на 45 мы ориентируемся по нашему рассказу, плюс у нас будет часть консультации, поговорим по вашим вопросам. Вы можете задавать их в общем чате по мере рассказа или оставить их на конец, как вам будет удобнее. Также мы ответим на те вопросы, которые вы нам задавали во время регистрации. Запись будет. Мы записываем эту встречу и всем, кто пришел на эфир, ее разошлем. Ориентировочно это будет завтра. И я расскажу, что этот вебинар у нас второй из серии, весенней серии о том, как боты помогают бизнесу. И недавно, в начале месяца мы проводили вебинар, как помочь продажам, помогая клиентам. Если вы не видели эту предыдущую серию, я сейчас брошу вам ссылочку в чат, чтобы вы могли посмотреть. Все в свободном доступе на нашем канале на YouTube. Сейчас у нас второй эпизод весеннего сезона. Собственно, все по организационным моментам. Если будут проблемы со связью, что-то пойдет не так, пишите в чате, будем разбираться. Представлю нашего ведущего Александра Сиянов, специалист по работе с клиентами, ведет проекты, подобные темы, о которых он будет сегодня рассказывать. Опыт у него практический, можно сказать, на кончиках пальцев. И Саша поделится им в эфире. Я очень рада, что ему удалось прийти к нам на эфир, подготовить этот рассказ. Давайте пригласим его и познакомимся. Саша, выходи, пожалуйста, тебе слово. Да, всем еще раз здравствуйте. Даша, спасибо, что представила. Что она предлагает двигаться дальше, чтобы сильно не затягивать. Ну, вначале всегда немного о компании. Кто-то с нами знаком, кто-то нет. Буквально пару слов. Мы российская компания, IT-разработчик. У нас есть собственное решение, в рамках которого можно проектировать ботов. Что мы делаем? Ботов мы можем создавать как для текстового канала, привычный нам. Это может быть мессенджеры на сайте, это может быть мобильное приложение, так и любой вариации голосового робота. Привычные нам на исходящие звонки, для входящей телефонной линии, ну и что-то более там совершенное в виде голосовых ассистентов. Вот. Находимся мы, сам офис в Санкт-Петербурге, но при этом работаем как со странами ближнего зарубежья нам, так и на территории России. Вот. На слайде представлена часть компании, для которой мы проекты реализовали. Какие-то мы покажем сегодня на вебинаре. Если что-то подробно посмотреть, то же расскажем, где ознакомиться. Вот. Давайте двигаться дальше. Тема у нас уже была анонсирована, но всегда вначале хочется понять вообще, почему к этой теме пришли. Но на самом деле есть определенные тренды, которые диктуют бизнесу вступать в эру автоматизации, подталкивают их на введение тех или иных новшеств. Ну, основной момент это все-таки идет посыл от клиентов. Из-за того, что клиенты стали более активны, используют разные средства коммуникации. Вопросов у них меньше не стало, учитывая, что насколько конкурентна среда, они обращаются в разные компании, особенно если это стоит выбор, там, оказание услуг какой-то либо продукции. Вот. И уже не говорить, если какая-то проблема, ситуация, обязательно засыпет нас сообщениями. Плюс, конечно, здесь большая роль идет еще от самого бизнеса. Все, конечно, сосредоточены на оптимизации затрат. Наше такое любимое слово – оптимизировать затраты. Но без этого никуда, поэтому контактный центр, либо те, кто пользуется услугами контактных центров, думают, как сократить фод. В принципе, это самое основное. Плюс, конечно, думают, как при этом не порушить текущие бизнес-процессы и так, чтобы еще лояльность клиентов не упала. Ну и есть история, когда у нас уже когда-то был внедрен бот, либо какой-то процесс автоматизированный для обработки обращения или вообще обслуживания клиентов. Но он по себе уже либо устарел, либо требует модернизации, и компания вышла на рынок, смотрит, что еще есть. Это тоже нормальная практика. Не стоит про нее забывать. Ну и самое важное, что любое внедрение какой-то роботизированной системы в первую очередь должно быть оправданно. Плюс оно не должно сказаться негативно на клиентах, потому что их лояльность – это основа, потому что мы работаем все-таки не только на привлечение новых, но и на сохранение текущей базы. Это очень важно, потому что клиент, в первую очередь, наш источник дохода. Вот. Двигаемся дальше. Хочется вначале сказать, для кого вообще в принципе актуальные боты автоматизации первой линии. Мы попытались там сформулировать, наверное, несколько основных тезисов и по нашей практике. И первое, что это, конечно, от запросов. В первую очередь, если к вам есть какие-то обращения, неважно, это в тексте, это в голосе, и вот у нас есть такая цифра где-то тысяча запросов в месяц. Это действительно уже хорошая цифра, с которой можно подумать о том, чтобы какие-то процессы анонтизировать. Зачастую это, назовем так, на первых этапах есть какие-то 10-15 тем, либо 10 разновидностей обращения, которые зачастую идут к нам в компанию и к нам тоже. И с них как раз требует начинать автоматизацию. Это могут быть какие-то простые, какие-то вопросы. Это могут быть вопросы, связанные там с компанией и вопросы, связанные в принципе по товарам или услугам, если мы оказываем. То есть отдельно мы там еще покажем об этом. Ну, а основные, конечно, двигатели автоматизации, на кого это все-таки ориентировано, это электронный коммерс, хороший двигатель – это ритейл, это банки, которые, наверное, передовые, и у нас цифровизация банков на очень высоком уровне находится. И, конечно, банки там стараются внедрять самые передовые технологии. Не стоит забывать про страховые компании, хоть там авиаотряси где-то находятся чуть-чуть в кризисе, но при этом очень активно внедрять ботов. Ну и касаемо все, что связано с логистикой, сейчас тоже актуально какие-то автоматизированные системы, особенно если мы говорим про службы доставки, там более чем такие истории приемлемы. Вот. Ну, часть тем я уже затронул, для каких тематик можно внедрять ботов. Ну, вот выделили, наверное, основные группы. Есть несколько моментов. Первая очередь – это, конечно, общие вопросы по компании я затронул. Здесь может быть связано и с наличием офиса, и с возможностью там подобрать для меня определенную точку выдачи, или, допустим, просто вопросы по компании, узнать, чем она занимается, какие услуги оказывает. Ну, может быть, какие-то более истории связаны там хоть и про историю компании, или какие-то ключевые факторы, которые, допустим, многие там могут задать при первичном знакомстве. Вот. Есть отдельная история, связанная с настройкой личного профиля. То есть если у нас есть какая-то авторизованная зона, личный кабинет клиента, в который он может войти там по номеру, телефону, по почве, либо другими средствами, и важно, чтобы уже после того авторизация произошла, бот как раз имел доступ к данным клиента и мог уже персонализированно ему оказать помощь. Это тоже актуально. Конечно, не стоит забывать, как мы сказали, про электронную коммерцию и ритейл. Это все, что связано с подбором товаров, это с консультациями по товарам, это какие-то акционные предложения. Здесь отдельный блоком стоит еще и рекламация. Очень важный момент, потому что все, что мы продаем, либо оказа услуги, рано или поздно, там возвращаются вопросы о случае, а если что-то не так. Мы должны, конечно, вовремя оказать эту помощь. Ну, и есть какие-то сервисные боты, и вообще, в принципе, такое направление, как статус заказа, программа лояльности, там, где просто требуется узнать какие-то текущие активности, быстро получить к ним доступ и, соответственно, ожидать там решения, если связано с заявками каким-то, или вы просто познакомитесь, какая у меня там, допустим, сейчас система лояльность, сколько баллов мы у меня или бонусов начислили. Вот. Что, наверное, не стоит поручать, это тоже важный момент, потому что, когда приходят к нам запросы, а что можно делать, а что нельзя через ботов, мы, наверное, как-то так сформировали, что не стоит поручать, особенно на первых этапах, какое-то сложное консультирование, сложный подбор, либо какие-то индивидуальные консультации, где как раз требуется, наверное, больше личный подход, требуется человек, особенно эксперт, и здесь бот может выступать как некий помощник, это да, который обладает, наверное, каким-то большим перечнем знаний, есть в него вложенный, и он может быстро подсказывать, но какой-то индивидуальный подход пока он еще где-то предъявить не может. Хотя на этой истории тоже здесь можно поспорить, сейчас много ботов, технологий, которые позволяют делать и персонализированные предложения, очень актуальные, и, в принципе, проводить сложные консультации. Но при этом, что точно можно доверить, я сказал уже об этом, это решение рутинных задач, простых, повторяющих задач, это то, зачастую там порядка 30% времени у многих компаний занимает, особенно операторов. Либо, допустим, у нас есть запросы, но некому на них отвечать, это тоже актуально. Вот, и если плавно переходить к теме нашего вебинара, конечно, это как обрабатывать негатив, мы здесь, наверное, с коллегами генерировали какие-то определенные идеи, хотели поделиться действительно рабочими практиками, то, что используем. В первую очередь, и мы используем это при проектировании, дать клиенту высказаться. В любом случае, вы не должны забывать, что в отличие от операторов, бот – это, наверное, какой-то неодушевленный организм, который может выслушать все. Вот если у человека есть негатив, и он готов там высказаться, не стоит там прерывать его, бот может стерпеть все, принять эту информацию, а уже дальше, как работает эта информация, зависит, конечно, от того, как он спроектирован. В любом случае, всегда требует выражать какое-то понимание или там привести извинения для этой компании. Как бы ни звучало, это все равно актуально. Все люди, даже если от бота готовы принимать какие-то первичные извинения, это помогает немного сбавить негатив, перейти в более конструктивный диалог. При этом, конечно, как любая практика при работе оператора – задавать вопросы. Важно здесь, конечно, не переборщить, а вопросы задавать стоит по сути, и это тоже отличительная особенность ботов. Он будет работать все-таки по скриптовой логике, и, конечно, у него есть вариативность, он будет спрашивать именно то, что требуется ему для, во-первых, определения типа проблемы, с чем связан негатив, это возможность просто внести уточнение, и на основе полученного уточнения он либо сам может решить проблему, либо, допустим, он все полученные данные передаст на оператора. Это очень важно, чтобы еще контекст диалога сохранился. Ну и, конечно, если он не может решить или оставлять вот эту связку переводом на оператора, это эмоциональная часть, которая неотъемлемая. То есть, в любом случае, если бот не может решить вопрос, нужно все-таки дать возможность связаться, поговорить с человеком. Но бот должен передать полученную информацию уже бесшовно, для того, чтобы оператор не задавал встречные вопросы и не возникал второй круг ада, когда я одно и то же говорю уже, вот теперь не боту, а еще и человеку. Вот. Важно понять, как я уже сказал, к чему относится негатив. Это тоже рабочая практика, потому что от этого будет зависеть уже ход действий. Конечно, это относится и с компанией, то нужно уточнить, с чем связано это недовольство, те же самые вопросы, которые позволят определить это, в принципе, как нашему компанию, либо человек, ну, я не знаю, решил высказать, просто открыл какой-то, не знаю, был у него негативный опыт, опять же, может быть, не связанный, и идет куча негативных сообщений, которые, в принципе, даже не надо переводить на оператора, а бот их может задержать на первом уровне. Вот. Потом, получается, если у нас относится к процессам, к ситуациям, это может быть связано, как, конечно, и с уже приобретенным товаром, либо оказанной услугой, то есть там как раз, где уже какое-то случилось, то есть есть какая-то причина, у нас уже следствие произошло, это негатив, ну, и, соответственно, надо разбираться. Здесь, конечно, все в зависимости от сценария, но тактика такая же, задаем вопросы, если требуется авторизоваться, мы, по прошлому клиенту, авторизоваться для того, чтобы получить доступ к его данным, плюс, конечно, сбор определенной информации, все то же самое, что делал оператор. Когда произошло, что произошло, объясните подробности, нужно что-то приложить, приложить. Конечно, если идут претензии к функционалу бота, это тоже актуально, многие там пытаются, не знаю, так порушить его логику, не знаю, там, балуются, не балуются, проверят, на что он способен, но я думаю, что все это делали. Здесь важно, как бот будет на это реагировать. По нашей практике мы покажем, это бывают шуточные какие-то реакции, это может быть отстройка, которая говорит, я на данном этапе не могу этого уметь делать, но так как вы мне, допустим, варите эту информацию, я в следующий раз научусь, буду более заботливый. Опять же, это все решается на уровне того, что важно не оставлять даже вопросы, которые, запросы вообще не связаны с оказанием услуг или работы бота, без реакции, какая-то реакция должна быть, она может быть, кстати, вариативной. Ну и, конечно, если у нас есть какие-то сезонные ситуации, насколько помню, был вопрос у нас перед вебинаром, а вот у нас там случается каждую осень и весну, если вы знаете, что случается каждую осень и весну, вы можете запланировать это, сработать на предупреждение, и бот в таких нештатных ситуациях может либо получить сигнал от каких-то внутренних систем, и в случае обращения всегда информирует, что я уже готов, я знаю, что проблемы есть, мы знаем, как ее решать, он может и дать какой-то ход действий для того, чтобы вот, смотрите, мы решаем то-то, то-то, наберите терпение. Это тоже забота, то есть вы не получаете как некий там всплеск негативных обращений, что вот вы не знали об этом, и получаете там 100 тысяч сообщений. Нет, вы знали об этом, мы просто сдерживаем и готовы, допустим, работать на эту ситуацию. Вот, ну, если завершать, я уже сказал про нештатные ситуации, тут, наверное, добавить особо нечего, ну, и плюс, конечно, стоит изучать обратную связь, как я сказал, любые диалоги, во-первых, они должны сохраняться в структуре бота, их нужно просматривать, это отдельный процесс работы, надо понять, как дальше обучать бота на основе полученной информации, либо принцип может не обучать и добавить какую-то вариативность. Но, опять же, тем более, если вы не знали, какие у вас могут быть негативные сообщения, а вы только вступаете в эту, назовем так, стезю и внедряете эти инструменты, как раз бот позволит вам вообще все цифровать, провести какой-то внутренний анализ и понять, в какое русло развивать его, и как в дальнейшем обрабатывать негативные сообщения. Тем более, в любом случае, если у вас есть операторы, и у них есть какая-то уже логика обработки внештатных ситуаций, негатива, ее можно также приложить на бота. Это будет равносильно, даже лучше, потому что оператору не придется оправдываться, не придется вот это, преслову-то, выгорать из сложившейся ситуации. И, опять же, оператор может сказать какие-то или написать в ответную реакцию что-то. Бот этого не сделает, потому что он просто не способен на это, потому что, ну, я надеюсь, что не заложили в него эту логику, чтобы он сказал что-то негативное в ответ. Вот. Какие хорошие практики? Если продолжать вот эту нить, это про разбор ситуации, что я смотрю диалоги, понимаю, какие были запросы, знаю, как мне сценарий мой построить, и все, что бот не смог ответить, я могу переспользовать уже дальнейшее для его обучения. Важно, конечно, при работе с негативом, я сам сталкиваюсь на практике, чтобы обращение мое не осталось без фиксации. Я порой прошу, чтобы зафиксировали какой-то там номер обращения, присвоили ему статус какой-то, либо дали отбивку. Это очень важно, потому что порой любые обращения остаются, знаете, как без ответа. Они куда-то в пропасть падают, бездну, и все, нету от них никогда ответа, мне надо будет еще раз звонить, а что с моей ситуацией. Поэтому на это надо подумать. Бот либо может автоматически собирать данные обращения и фиксировать их, и в дальнейшем потом, допустим, если подразумевает канал, проявлять ответную реакцию, высылать ответы на обращение и там вступать в диалог. Это тоже как один развитый сценарий. Ну и важно, конечно, после любого общения собирать какую-то обратную связь, насколько Бот помог решить проблему, или, допустим, насколько оператор помог решить. Так, проблемы звука, видео нет. Скажите, всем ли нет видеозвука, или, допустим, только вот Елене. Все, спасибо большое. Я испугался, что я рассказываю только сам себе, никто не слышит. Вот, продолжая дальше, важно использовать определенную логику, там, Tone of Waste, если она присуща компании, не использовать какие-то агрессивные выражения, использовать мягкие речевые бороды. Это, конечно, зависит многое от того, кто вам проектирует боты. Здесь хорошо помощники и дизайнеры диалогов, и лингвисты, которые на основе своей практики используют уже крутые действительно выражения, и которые зарекомендовали себя, и стоит этим пользоваться. Ну, и важно, что, как я сказал, собирать обратную связь на распознать либо сарказм. По-хорошему, конечно, он может распознать сарказм. Это к возврату того, ну, к вопросу к тому, что все зависит от контекста, но заложить, наверное, какие-то универсальные формулировки, особенно если мы знаем, что у нас клиенты бывают используют сарказм, то, конечно, это можно сделать, я не вижу в этом проблемы. Вот. Ну, и все-таки после обращения всегда мы можем предложить некий какой-то бонус для смягчения, если у нас подразумевается какие-то промо-коды, бонусы, какую-то скидку на услуги товара. Это тоже работает, как ни крути, человек любит все равно что-то получить взамен для того, чтобы оставаться там с компанией. И вот таким образом вы удерживаете. Мало того, что вы решаете его проблему, вы можете еще и сподвигнуть его, соответственно, обратиться повторно с покупкой или бы там с оказанием услуг. Что не стоит делать? И вот мы думали вчера, как раз, наверное, так генерили общую идею. Вот эти наши пресловутые фразы, заботы, что я вас прекрасно понимаю, вам обязательно ответят. На самом деле, в практике это уже ничего не решает, это слова ради слов. Конечно, стоит это не использовать. В первую очередь, бот должен быть практичный, он должен решать задачу, а не сочувствовать, не понимать, это не психолог. Ну, если в нем, конечно, не заложена функция психолога, но это отдельная история. Все-таки он должен быть все-таки нацелен на решение задачи. Бота нужно дообучать, я уже говорил не раз. Не надо оставлять то, что вы сделали на первом этапе и забыть про это, иначе вы связаетесь с тем, что у вас пойдут обращения, что будут глупые, обращений больше, он ничего не может решать, и вы про это забыли. Но и не стоит переводить в другие каналы. То есть, если вы принимаете обращение бота в мессенджеры, либо на сайте, либо в личном кабинете, либо в мобильном приложении, не стоит переводить его в другой канал. Перевод в другой канал, это чревато тем, что, во-первых, разрыв общения рушится контекст диалога, плюс, опять же, человек, в принципе, неудобно переходить в другой канал, допустим, в ситуацию. Вот, зайдите нам на сайт, посмотрите там форму обратного связи, либо решение вопроса. Зачем отсылать человека на сайт, если по-хорошему, ответ можно заложить уже напрямую в диалоговое окно. Либо, допустим, использовать какие-то изображения, не переводить, опять же, куда-то в другой канал. Опять же, конечно, многое зависит от канала, но современные мессенджеры и каналы общения позволяют, если мы говорим про текст, не переводить человека в другие и не разрывать контекст. Если мы говорим про голос, там, конечно, немного сложнее, но, опять же, для голоса и другие типы обращений, которые зачастую где-то схожи с текстами, но не настолько. Если интеграция с 1С, ну, давайте так, я на вопросы постараюсь ответить в конце вебинара, но я могу так сказать, если сейчас завершить, что интеграция с 1С тоже не выглядит какой-то сложной. Надо понять, что интегрирует. То есть, вот даже знать, что получать из 1С и что нам надо возвращать в 1С. То есть, опять же, все зависит от типа 1С, какие данные там поддерживаются для передачи, какие методы. Ну, то есть, это такой более технический вопрос, но если общего сказать, что интеграцию поддержать можно. Вот пример того, как он, наверное, видит на тему того, что понимает сарказм, или, ну, даже не сарказм, а как, хотя можно по-разному рассмотреть, или просто сообщение, которое вне контекста диалога, вот такие вариативности можно заложить. Это, наверное, больше такой общий ответ, но вот что-то из этого можно брать и использовать у себя. То есть, идет какой-то посыл, явно нехороший, но при этом бот может отвечать достаточно широко, не создавать встречного негатива, при этом здесь можно использовать и шутки, как я сказал, если они, опять же, уместны в рамках бизнеса. Если они неуместны, конечно, не стоит экспериментировать, вы можете нарваться на какой-то встречный негатив. И переходим, наверное, плавно к демо. Если так подытожить, текстовые боты перволиния, это, конечно, нацелен на прием всех сообщений, вы, в любом случае, любой диалог встретите, не пропустите, сам сможет уже определить тип этого диалога, если надо перевести на разной группе операторов, либо на одного оператора. Задача его, конечно, в первую очередь, это решить общие вопросы, безусловно, и быть полезным, в первую очередь, инструментом. Ну и, конечно, все в зависимости от того, в каком канале вы подставлены. И, опять же, бот позволяет расширить канал общения. То есть, если вы ранее, допустим, могли обрабатывать сообщения только на сайте, то есть стоит подумать о привычных уже еще каналах, и это Телеграф, в первую очередь, это и WhatsApp, и если вы дойдете в виду мобильного приложения, то есть видео, нет звука. Давайте еще раз проверка связи, все ли слышно у меня, или это просто честный случай. Спасибо большое. Вот, ну и бот – это некий инструмент, который позволяет расширить присутствие ваше. И давайте посмотрим небольшое демо. Мы как раз взяли практику показывать, наверное, как раз реализованные наши инструменты. Я сейчас включу небольшую демонстрацию экрана. Так, один момент. Нет, потому что данные сейчас видно. Я подобрал, наверное, основные три бота, которые мы ранее не показывали. Хочется все-таки быть, не повторяться, кто смотрит наши вебинары, но при этом показать, на что они способны. Я сегодня покажу три варианта бота. Они все пока текстовом формате. В первую очередь сейчас я открыл сайт компании Филипп Моррис, производитель табачной продукции. У них есть отдельное управление ICOS. Не знаю, кто пользуется, не пользуется. Ну, тут не реклама, наверное, в первую очередь важная. Это не эта продукция, а о том, что мы для них делали бота. У них есть и голосовой робот, и есть текстовый робот. Ну, сегодня мы покажем текстовый робот. В первую очередь он их представлен в разных каналах, как я вижу, я могу перейти и ВКонтакте, я могу и организовать звонок себе, и написать в Телеграм, ну, и, соответственно, присутствует на сайте. Я там воспользуюсь сайтом. Важно, я уже здесь авторизовался, чтобы там не тратить время, ну, хотя нет, вот он предлагает мне авторизоваться, видимо, сессия закончилась. Вот у них есть авторизованная зона. Для того, чтобы получить доступ к общению с ботом, я должен пройти авторизацию. важный момент, потому что у нас есть закон, который закон, который запрещает использовать табачную продукцию и лицам моложе 18 лет, я сколько помню, сейчас мне пароль придет, авторизуюсь. Важный отчет тут, он ссылку на документацию дает, в рамках чего, каким я пользуюсь с соглашением это принимаю. Это тоже важно, то есть если у вас есть какие-то соглашения для того, чтобы человек перед тем, как пользовался вашим инструментом, подтвердил их, всегда стоит засушивать боты, проинформировать об этом. Это ваша страховка, и, опять же, это соответствует определенному закону, который у нас есть. Вот, я авторизуюсь, и здесь он как раз, вот, он меня уже знает, я прошел регистрацию, представляется мне персонализирован, по имени, это тоже важно, это легко делается, чтобы он запомнил имя, использовал дальше обращение по имени ко мне, это тоже определенный там, tone of voice. Так, и здесь получается двойная вариация. Во-первых, у них выведены определенные кнопки, и не стоит ограничивать себя. Смотрите, кнопочный бот, это не есть точно плохо, многие думают, да, кнопочный бот, он поддерживает свободный бот текста, это важно, я могу выбирать, либо выбирать кнопки, потому что если я пользуюсь с компьютером, мне, наверное, удобно там текст вводить. Если я пользуюсь, там с телефона, это мобильная версия, явно будет мне там с кнопками проще, потому что основная задача его решить, ну, запрос, который у меня есть, либо, соответственно, предоставить быструю информацию. У них такой бот достаточно обширный, есть тема как раз связанная с какими-то вот сервисными сообщениями, вот майка сломался, не важно, еще он предлагает нам зарегистрировать устройство, и это не только там, допустим, в данном случае. Вы можете как раз привязку делать, если это еще и, назовем так, долгосрочный клиент, он находится на обслуживании, и получить доступ к его там истории покупок или конкретным товарам, и это делать привязку, это тоже важно, потому что у меня есть какие-то товары на гарантии, как здесь. Вот, дальше он предлагает мне, соответственно, разобраться в какой-то поломке, если у меня есть общая логика, связанная с поломками, вот он предлагает варианты как раз решения. То есть все то же самое, чтобы я мог искать либо на сайте, либо в инструкцию, он предлагает в удобном виде для того, чтобы я не переходил в другой канал. Там заряжается меньше, ну, я так сейчас хаотично буду делать. И вот круто, что, кстати, они добавляют, помимо того, что есть текстовое сопровождение, есть еще и превыше нам изображение. Они сопровождают это для того, чтобы проще было и решить запрос, потому что кто-то любит читать, кто-то для кого-то визуал это превыше всего, здесь и тот, и другой момент. Ну, и, конечно, важно не забывать, что он сработал, не сработало. Насколько я помню, что если ему там не помогло, он переведет меня на оператора. Вот он бесшовный момент, что он какие-то первичные запросы делает, я либо решаю их, либо, соответственно, дальше у меня есть бесшовный перевод на оператора. Ну, я, наверное, не буду ждать оператора, но логика такая, что он освободится, вот мы уже вводим сообщение. Наверное, сейчас завершим диалог. Вот про тот обратный связь. Получить решить вопрос, это важно, потому что таким образом вы замеряете, насколько этот инструмент удобный, я могу вставлять оценки, вы собираете вот эти нам привычные НПС-опросы, ССА, если мы говорим про какие-то зависимости от типа, ну, я ставлю, опять же, 10-0 до 10, можно использовать разную систему, можно цифровую, можно видеть там, не знаю, каких-то пиктограмм, звездочки, полумесяца, без разницы, какого будете использовать. Важно в том, чтобы с этой сформацией дальше работать. Мы любую можем собрать и дальше уже передать, уже собрать аналитический отчет, который вы будете переиспользовать уже для своих целей. Вот, ну, не знаю, там что-ли, по 10, здесь, здесь 8, у них работает оценка, почему обязательно спрашивается открытое мнение, там, я не знаю. Буду все негативно писать, не знаю, так. Что такое вообще? Все, собирает информацию и дальше все там предлагает, где остаться. Ну, и возвращает мне основное меню в другое. Что он еще может? Здесь он может оказать консультации по подбору определенных вкусовых решений, там, задает вопросы, предлагает там, соответственно, подобрать. Но, опять же, это можно переиспользовать по-другому. Вы можете здесь и свои какие-то акционные вещи прорекламировать, если вам это уместно, либо какие-то персонализированные предложения для конкретно этого, потому что вы знаете, что я покупал, вы знаете, допустим, историю моих покупок и можете делать у меня определенные персонализированные предложения даже после обращения по негативной ситуации или по поломке. Вот. Давайте двигаться дальше. Есть еще пример компании HOF. Это тоже наш клиент, кто-то сталкивается, нет, это вот гипермаркет, который занимается как раз продажей мебели и, соответственно, разных историй для дома. Здесь бот, в принципе, тоже в авторизованной зоне. Это тоже важно, потому что, во-первых, он работает как раз уже дополнительно с сервисными историями, связанными с формой заказ, где мои заказы, получить доступ к тому, насколько он движется. Как раз это система лояльности, которая встроена, я здесь могу управлять, и посмотреть, сколько бонусов, либо привязать карту, которой у меня, допустим, нет. как раз вопрос связанных с рекламацией. Почему они добавляют основные типблоки? Это вот, возвращаясь к началу вебинара, это основные запросы, которые есть в компании. То есть, это тот пул, с чего они начали автоматизацию. Они видят, что это замы, частотные запросы. И здесь обращение зачастую отнимает много времени у операторов, и бот прекрасно может решать эти задачи, потому что сказать, где находится адреса, и контакты магазинов не проблема. Оформить заказ тоже не выглядит за сложностью. Или, допустим, по качеству товара и услуг. Опять же, он делит, видите, по проблематикам, то есть у них есть несколько уровней для того, чтобы, во-первых, по каждому уровню есть свой тип ответа по обращению, ну и, соответственно, возможность работать уже по ранним обращениям. Возврат обмен товара, товар ненадлежащего качества, обращение. Вот это про регистрацию обращения. Конечно, для регистрации обращения он дает инструкцию, он не в ходе ответить на вопросы, нажав это так, в случае обращения, рабочее время, так, и заказ там. Ну, и дальше, соответственно, это к моменту, что я говорил. Для того, чтобы зафиксировать обращение, решить какую-то ситуацию, он задает встречный вопрос. Это нормальная логика. Мне нужно собрать с тебя информацию для того, чтобы вообще что-то зафиксировать и помочь решить проблему. И предупреждает, важно предупреждать, что он видит, регламент для ответа. Если мы об этом предупреждаем клиента, соответственно, раздражение его о том, что отвечать будет долго или ответ не поступит, будет снижаться. Вот. И есть, допустим, еще, например, у нас компания Киви, сегодня у меня какие-то все боты с авторизованной зоной, тоже имеет доступ после захода по личному номеру телефона. Кстати, если кто-то есть клиент, зайдите, протестируйте. У нас отдельно есть статья насчет этого бота. На сайте можно почитать, как они внедряли его, с чего начинали, что он умеет более, там обширно. Не буду повторяться по поводу его возможностей. Вот основной момент. Сейчас мы поприветствуем. Приветствую вас. Ну, это вот такие истории связаны с тем, что как можно мне отвечать, закладывать логику бота, если вдруг ответ не связан вообще с контекстным делом. Вот ты мне не нравишься, можно ли справить? Нет, нельзя. Ну, вот такие вариации. То есть, опять же, вот такую вариацию ответов можно закладывать в сценарий, в логику достаточно обширную. Да, они не несут какой-то там, может быть, сильной смысловой нагрузки, но при этом люди предусмотрели, что разные типы сообщений, особенно если они не в контексте диалога, не в контексте решения проблем, можно обрабатывать. И лучше что-то ответить, пускай это будет как раз такая игривая форма, нежели оставить этот запрос без ответа. Или, допустим, я вас не понимаю. Что лучше, если будет говорить, говорит, вот я вас не понимаю, что мне нужно сделать, либо он обработает общее сообщение и вернет, так сказать, как с диалогом. Вот. Как раз я, опять же, вообще в стороннее сообщение написал, при этом понимая, что надо вернуться к основной тематике и предлагая, что может интересует. И, допустим, опять же, предложены либо кнопки, либо, допустим, я могу использовать свободный текст. Плюс я работаю еще с опечатками. Вот. И дальше, соответственно, обычная инструкция, обязательно удалось помочь или нет. Это хорошая практика для того, чтобы понять, решает ли проблему бот или нет. Дальше с этой информацией полученной вы можете работать. Что еще меньше? Это весь. Вот. Опять тоже ответ такой. Ну, видите, на самом деле, не знаю, меня вот улыбает, когда бот при СМИ на живой. Опять же, учитывая, что сейчас есть возможность подключать разные генеративные модели, когда ответы могут, не знаю, из разного там объема данных вообще, в принципе, сторонние, но при этом интересные формироваться, тоже можно использовать. Ну и плюс при формировании вообще бота любого его образа, надо не забывать про то, что это определенный, это вообще лицо вашей компании. Здесь сделан, видите, определенный там аватар, у него есть имя, у него есть точно свой тон of voice, определенный, доброжелательный. Это олицетворяет сам бизнес. И про это не стоит забывать, потому что ваш бот это в первую очередь часть вашей компании, а не просто сторонний инструмент, который вы сделали ради процесса. Так, ну давайте возвращаться дальше. Посмотрели небольшую демо, надеюсь, было полезно. Если какие-то вопросы будут по основе него. Вообще, с ботом и с оператором. Ну вот это не на базе GPT. Вот то, что показывали, нет, это не на базе GPT, про то, что я сказал, генеративные модели. Да, это был отсыл к тому, что по-хорошему можно делать, подключать разные такие истории, в частности, там, сейчас GPT, мы все прорабатываем и как попробовать применить в рамках бизнеса. Опять же, применить не ради того, чтобы он давал вам кучу забавных ответов на забавные сообщения. Не надо забывать про то, что бот сделан для решения проблем, а не для постороннего диалога. Ну, как бы, если цель у него просто болталку включить и у вас задача такая придумать какую-то болталку для пользователя, то да, окей, тогда это уместно. Если нет, то не стоит с этим тоже перебарщить. Если статистик, какое количество клиентов недовольным обращением с ботом и не с оператором, такой общий вопрос, ну, если хотите, мы можем поделиться, наверное, после вебинара конкретно, но вот конкретно Тиви собирает такую статистику, Филипп Моррис, Айкос, да, тоже, потому что у них там двойной вопрос, сколько, как там работа оператора, отдельно, как работа бота, это нормальная практика. вы замеряете оба инструмента, с которыми общались. Опять же, даже после переключения на оператора бот может оставаться работать, он может выступать, как некий консультант, такой теневой, суфлер, и подсказывать ответы. Это еще один элемент использования такого бота. Вот. Но одними текстами ботом мир не живет. У нас еще распространенный все-таки голосовой канал, и это тоже достаточно большая практика, и вообще есть бизнес, который в основном обрабатывает обращение только в голосе, и в тексте у них не так много обращений, особенно свойственно для регионального бизнеса. Мы сталкивались с ритейлов, где зачастую много звонят, спрашивают про наличие товара или там про какие-то спорные ситуации. И там, конечно, ситуация аналогична с текстным запросом. Единственное, что в голосе запросы бывают более сложные, потому что, как сейчас я, допустим, говорю, могу использовать и слова паразиты, и где-то сложнее высказывают свое какое-то мнение или там вообще мой запрос. Поэтому в голосе имеет огромное значение все-таки какие темы нужно авторизовать, особенно на первом месте. Важное имеет значение это еще подбор голоса, который будет использоваться. Огромное имеет значение, что бот в телефонном канале должен, ну, по нашей практике все-таки ориентироваться, что он подключается на всю продолжительность работы компании, то есть он 24 на 7 обрабатываем, ты можешь уже в зависимости от времени суток либо сам отвечать на запросы, либо сегментировать клиентов или, допустим, запросы и приводить на разные группы операторов для того, чтобы разграничить потоки. Может работать, конечно, боты в нерабочное время, у нас тоже есть кейсы, когда вначале боятся внедрять на всю клиентскую базу и думают, что он порушит какие-то текущие метрики вниз, это тоже логично, можно внедрить в ночное время меньше обращений, но при этом обращения такие же и постепенно развивать это боты. Плюс, конечно, не должны забывать, что идет сокращение времени ожидания, потому что бот может обрабатывать в принципе неограниченное количество запросов одновременно. Вот у нас по практике было до 1000 линий, то есть 1000 одновременных звонков мы можем поддержать. Это очень круто, в основном, если у вас такие количество запросов, бот помогает масштабировать бизнес, вот такую, назовем, фитертизировать систему, в принципе, неограниченно. Ну, ограничения есть, наверное, с точки зрения инфраструктуры, но, назовем так, что нет предела совершенства. Ну и, соответственно, не надо забывать, что в первую очередь идет сокращение времени разговора. По нашей практике все-таки на входящей линии, ну, все зависит от типа бизнеса, разговор меньше длится с ботом, нежели с оператором. При этом, ну, для сравнения, допустим, с последнего примера было так, что у компании был примерно средний разговор оператором 3,5 минуты, и за счет робота сократили время при решении от них тех же запросов до 2 минут. Полторы минуты экономия на телефоне и на работе оператора это очень весомо. Все это выражается как раз в сокращении расходов. Плюс не стоит забывать про то, что в первую очередь бот должен решать запрос, который на него возложен. Если это автоматизация каких-то общих вопросов, он должен ответить. Если это маршрутизировать, и это нужно делать для того, чтобы распределять на разные группы операторов, это тоже хорошая задача, не стоит ограничиться. Вот. И у нас есть небольшое демо. Мы не позвоним, наверное, в реальную компанию, потому что сейчас это чуть сложнее сделать. Есть определенное видео, которое у нас позволит вам ознакомиться с работой бота. Предлагаю послушать. Оно где-то там 2,5 минуты. Давайте сейчас я выведу на экран и готово потом, если будут какие-то вопросы, задавайте в чат, ответим их. Знакомьтесь, это Татьяна. В этом месяце Татьяна стала лучшим оператором по входящим звонкам. Только представьте, она приняла миллион звонков и на 70% ответила сама. FCR у Татьяны, между прочим, 72%. Ах да, Татьяна не человек, а интеллектуальный IVR, робот в банке. Она общается с клиентами и помогает им решить вопрос прямо во время звонка. Чтобы заблокировать карту, нужно пройти идентификацию. Назовите номер телефона, к которому привязаны банковские продукты. Так, плюс 7, 921-99-90-0-99. Ага, и ваше кодовое слово назовите, пожалуйста. Морской огурец. Интеллектуальный IVR понимает естественную речь, умеет идентифицировать клиента, обращается по имени и сам справляется с любыми запросами собеседника. Например, поможет клиенту выпустить новую карту. А теперь давайте создадим заявку на перевыпуск вашей карты, хорошо? Да, да, давайте. В каком отделении вам удобно забрать карту? Так, моя гостиница в Питере находится вроде бы рядом с метро Московская. Там есть поблизости отделение? Адрес и время работы ближайшего отделения отправила вам в СМС. Карта будет готова в течение 2-3 дней. Вам придет уведомление, когда ее можно будет забрать. Робот задает клиенту вопросы, формирует заявку и отправляет ее в нужный отдел. Это очень удобно, ведь интеллектуальный IVR бесшовно встраивается в процессы и становится частью экосистемы вашего бизнеса. Интеллектуальный IVR строго следует сценарию, гибко подключается к внешним и внутренним сервисам, CRM-системам, телефонии или базам данных. Он понимает любые, даже самые сложные индустриальные термины или аббревиатуры и упаковывает результаты работы в наглядные отчеты. Бизнес отслеживает важные метрики по каждому проекту. Так, за пару кликов можно проверить количество поступивших звонков, среднее время разговора с клиентом, FCR, причину обращения и количество звонков, переведенных на оператора. позвольте своим клиентам сэкономить время и решить вопрос всего за один звонок. Подключите интеллектуальный IVR. Возвращаемся. Посмотрел пока ленту, нет вопросов, либо все так хорошо рассказываю и все понятно, либо стесняетесь задавать. Задавайте любые вопросы и попробуем ответить. Это очень важно, потому что хочется, чтобы вы были включены в диалог. Вот, куда можно позвонить, протестировать? Вот как раз следующий вопрос. Это предзапись или бот? В данном случае здесь была предзапись и возможность работы с базой знаний, зашиты сценарии, все верно. То есть, логика, она в любом случае правильно спроектирована, есть разные вариации ответов. Здесь было представлено, что оператор, он же имитировал бота, может обращаться внутренней системы, проверять баланс и работать с адресами. Это очень важно, особенно в телефоне, где вы находитесь, зайдите в ближайший адрес, банк, это, на самом деле, выглядит вроде как простой сценарий, но, да, в ролике бот или живой человек, в ролике бот, но, точнее, в ролике живой человек, но отзвучивал его, этот голос озвучивал для бота. То есть, у нас есть такой же бот, только в голосе. Мы с ним поделимся с вами. И протестировать можно как раз, вот если определенные компании, которые выведены, страхование банка, страховая компания Paribas, Cardiff, здесь есть компания Heels, как раз бот, тут, насколько помню, используется синтез, вы можете позвонить. Он помогает подобрать корма, собирает определенную информацию и потом переводит на оператора. Это очень важно, что он сегментирует клиента определенным параметром, задавая вопросы, и дальше переводит определенную группу операторов. Ну и, соответственно, есть от компании бот сравниру, делаем наш один из технологических партнеров. Он помогает решать там общие вопросы по ОСАГО, плюс обрабатывает технические вопросы, типа, когда не приходит полис или хочет есть изменения, это можно делать через бота, и там также есть авторизованные зоны. Ну и добавили некоторые вопросы по кредитам. Вот, попробуйте позвонить, пообщаться. Важно, хочу сделать такую пометку, вот, как я сказал, что бот решает определенные задачи. Это бот решает, и данная компания, тоже определенную задачу. Он не предназначен для того, чтобы свободно поговорить на отстраненную тему, и не строить, нет смысла попробовать сломать его, потому что, в любом случае, вы сломаете. Важно понять, какой вы запрос. Сымитировать просто, чтобы у вас вопрос связан с КОРМОМ, либо он связан с ОСАГО, либо связан с именно услугами Cardiff. Тогда, в принципе, вы сможете оценить его работу. Вот, двигаемся дальше. Здесь на экране как раз вывели, наверное, основные метрики, и вообще, как мы замеряем эффективность бота, и как мы сравниваем. Вот, хочется сказать про то, что, как много бот может помочь решить запросов, ну, по нашей практике, до 80% частотных запросов можно доверить боту. То есть, условно, у нас есть какой-то определенный пул, там, процентов 30-40 обращений тематик, которые чаще задают, и вот эти частотные запросы, и практически на 100% мы их можем автоматизировать. Да, делать с учетом времени определенного, и данный показатель будет расти, не знаю, месяц к месяцу. Главное, чтобы вы занимались этим ботом и его развивали как самостоятельно, либо с привлечением вендора. Про то, что бот работает круглосуточно, и можно подключить его как отдельно на нерабочее время или просто на какие-то отдельные часовые пояса, если у вас компания представлена на разных регионах с разными часами и поясами, либо, допустим, просто доверить ему работу в определенные часы, это тоже возможность сделать, настраиваться, это на уровне логики. По поводу ростоводовлетворенности, если мы говорим про то, что боты помогают решать запросы, помогают, и это действительно доказано практике. По поводу сравнения, что там дешевле, опять же, я скажу, где посмотреть, наверное, более детальные цифры по каждому в конце кейсу, но так по нашей практике, если мы говорим про голосовой либо текстовый канал по частым запросам, если мы говорим, то до двух раз дешевле можно достичь. Это вполне нормальная практика. Вот, ну и, конечно, не надо забывать про то, что я говорил, про оцифровку клиента, вы, в любом случае, его оцифровываете, вы собираете его данные, вы понимаете, что он спрашивает, вы знаете, как в дальнейшем на его повлиять, или знаете, как теперь обрабатывать эти запросы, и сможете просто предугадывать ситуацию и закладывать в логику богата. Это тоже важно. То есть вы собираете нужную ценную информацию, с которой дальше можно работать. Важно понять, как с этого все вообще начинается. Мы, наверное, сократили определенные, показали шаги. У нас там есть, понятно, план внедрения достаточно большой, но если как-то уместить его в несколько шагов, то в первую очередь это, конечно, нужно либо осознать, что есть какая-то проблема, либо потребность, потому что с этого все начинается. Если как таковой потребности нет, ну, как любви в продажах, ее надо сформировать. Вам стоит либо обратиться за каким-то бизнес-анализом, допустим, к нам, либо к другой компании, которая там занимается вообще в принципе внедрять ботов, либо у вас есть внутри какой-то отдел, который может провести аналитику и понять, нужно ли вы на ваши бизнес-процессы, что-то подобное. А если у вас уже есть какая-то сформированная потребность, и вы пока не знаете, поможет бот ее решить или нет, это если придет на гипотезу, и он будет проверять необходимо на практике. Определиться с запросом. Я уже говорил не раз, выбираем только самое горячее в начале. Не надо идти с вами голову все автоматизировать. Это бессмысленно и неэффективно. Постепенно можно бота развивать. Это так и делается, и на практике это самый успешный кейс. Далее определиться, в какой среде будет бот работать. Мы можем создавать ботов как в облаке, использовать нашу инфраструктуру, так и создавать ботов в вашей закрытой контуре, для того, чтобы он работал с какими-то чувствительными данными, не имел выхода в интернет, все микросервисы, на которых он работает, и все данные, которые собирают, хранились у вас на базе данных. Это тоже важный момент. Ну и далее начинается запуск какого-то первичного пилотного проекта. Пилотный проект всегда это проверка либо определенных гипотез, либо нескольких направлений, а далее, получается, вы получаете результат. Важно понять, как оценить эту боту. Если мы говорим про VR, то чего хотите достичь. Сократить в общее время разговоры, уменьшить время ожидания, не пропускать ни одно обращение, которое поступает к вам, просто снизить количество переводов на оператора. Вот это хорошие метрики, с которых там стоит начинать автоматизацию, в конце замерить, понять, эффективно это или нет. И дальше, после получения результатов, вы принимаете решение, куда развивать бота, потому что мы видим все запросы, которые через него проходили в течение месяца или двух, в зависимости от длительности. И дальше уже, как масштабировать этот пилот, будет ясно. Вот. Выдели. Вот здесь как раз вопрос будет, и, наверное, может быть, кстати, не звучало, сколько это все стоит. Зачастую обычно он всегда в начале звучит. Наверное, здесь сейчас мы представили какой-то такой общий срез по типу того, что нам попытались обобщить. Есть некие там простые боты, средние, и для интерпрайз-сегментов. Но, назовем так, я простые боты называю это для все-таки малого бизнеса, чуть выше там к среднему, но все-таки это какой-то небольшой компанией как раз запросами где-то до тысячи там в месяц или там от тысячи до двух. И здесь как раз помогают боты на первую линию. У них есть определенный эффективный вопрос. Вопрос-ответ. Какая-то несложная логика диалога, там плюс-минус, пару встреч и вопросов для того, чтобы не усложнять, и ответы для того, чтобы собирать их. Ну, вот такие боты как раз в диапазоне там, извините, там от 200 тысяч там или до 200. Ну, то есть примерно разработка столов. Плюс есть там боты для средних бизнеса. Чем они отличаются? Во-первых, они уже могут поддержать некий контекст. Они могут погружаться в диалог, там больше двух, глубина вопрос-ответ. Плюс они подразумевают еще интеграцию с внутренней системой. Это важно. Не обязательно там только CRM. Это разные функции системы. Опять же, надо определить, с какими. Он уже может работать и в авторизованной зоне, то есть получать доступ к клиентским данным. Ну, и, соответственно, это вот некая там эволюция. Ну, и есть там сегмент Enterprise клиентов. Опять же, здесь условно цифра там от трех миллионов. На самом деле, запросы будут разные. И бывает и десятки миллионов. Бывает, что и запрос Enterprise клиента на боты за миллион рублей. Вопрос в том, что какая стоит бизнес-задача. Там сложнее, потому что уже есть своя четкая инфраструктура. Есть процессы, которые уже сложились. Есть системы, которые внедрены. И бот должен быть органично там присутствовать, не порушить то, что сейчас есть, а стать неотъемлемой частью и просто решать задачи, которые у него возлагаются. Это цены не в месяц, это приведены цены на работы. Здесь присутствует примерно ориентиры, на что можно. Если мы говорим с каких-то простых ботов, там, плюс-минус кнопочные заходим, и которые там не сильно поддерживают диалог, плюс там, как можно эволюционировать, в какие бюджеты дальше выливаются. Это цены на работы. Работы могут выполняться в течение месяца. Все зависит от сложности. Может длиться и пару месяцев, может длиться и несколько месяцев. Это тоже нормальная практика. Вот. Но помимо ботов первой линии, что мы еще можем предложить? Это важно. Я где-то в ходе своего диалога рассказывал тему суфлеров. На самом деле, это как раз боты-помощники, которые присутствуют отсутствуют фоном. То есть, когда я перевел диалог на оператора, я уже, соответственно, могу воспользоваться вот этим ботов-суфлером. Вот помогает решать уже поступающего оператора запросы, потому что они могут дублироваться. То есть, я после перевода оператора, люди могут начинать закидывать вопросы, которые по факту почему-то не задавали боту. И здесь как раз бот может выступать таким помощником, быстро отстройки предлагать, быстрые варианты решения, для того, чтобы оператору сократить время обслуживания. Плюс у нас есть боты, я про них говорил, на исходящий обзвон, здесь разные направленности, есть разные сервисные звонки о там уведомлениях, о напоминаниях, и это важно использовать по провести опросы, какой-то там провести привычную очистку базы. Плюс отдельно боты есть на продаже, связанное все, что там с привлечением клиентов, тоже зарекомендовавшись, кто-то сталкивался с ними, а то он может быть там ежедневно звонит бот. Ну, опять же, бот-бот-розни, но мы говорим так, что это тоже хорошее направление, которое все равно приносит свой эффект. Как робот обойти робота при исходящем в обзвоне? Ну, на самом деле, вопрос в том, что никто как обойти, а в том, что он не даст обойти, если входящий робот звонок, который принимает, он в логике, если не пропустить робота, он его не пропустит. Наша задача в том, чтобы не разводить бессмысленный диалог. Мы можем либо оставить какой-то, услышим, когда робота действительно важное сообщение, не проводите диалог по сценарию, потому что клиенту все равно придет расшифровка. Дать суть разговора, что мы хотим ему донести. То же самое предложение, только в текстовом виде. И это очень круто работает, лаконично, для того, чтобы он расшифровку почитал, не обратился. Уже дальнейшаяся интересная эта услуга. Ну, и, соответственно, если нам не надо оставлять сообщение, мы не хотим просто тратить ресурсы робота, мы можем ловить, что мы общаемся с роботом, а тут в зависимости от того, кому он дозвонится, бывает, что роботы сами признаются, что они роботы. И просто завершить диалог, не тратить ресурсы. Тоже нормальный выход. Так, это наша тема следующего вебинара. Планы переходим к тому, что Наташа, моя коллега, говорила вначале, у нас будет еще один вебинар, завершающий в конце мая. Как раз поговорим вот о таких роботах, происходящих в звонках. Это очень хорошая тема, здесь можно подискутировать. Но посыл один, что это все равно эффективный инструмент, за счет него можно зарабатывать, можно привлекать клиентов, лиды генерить и вообще выполнять кручу, крутых бизнес-процессов. Поделимся практическими кейсами именно на наших клиентах, каких результатов они достигли. Здесь будет новый, для кто-то, если посещает наш вебинар регулярно, новые кейсы, не то, что мы показывали до этого, хочется поделиться как раз теми клиентами, которые у нас за последний год появились и каких крутых результатов вы не достигли. Приходите, оно у вас будет попозже, надеюсь, будет полезно. Вот, ну, давайте тогда возвращаться к вопросам в самой основной теме. Я какие-то вопросы уже отвечал. У нас практика, что мы можем дать высказаться клиентам потенциальным, или все, кто у нас слушает вебинары в эфире, поговорить живую, ну, соответственно, ваши вопросы, которые вы задали в чате, обработать. Так, если кто-то готов, Наташа, помоги мне попробуй вывести. Так, я здесь, сейчас мы организуем выход в эфир желающих задать вопрос Александру лично. Так, нажимайте ладошку, значок ладошка под презентацией, я буду просматривать список желающих и потихонечку по очереди выводить. Так, вижу уже, есть заявочки, сейчас приглашаю в эфир первую желающую девушку у нас выходит в эфир. Ждем в эфире какое-то время, если нужно, чтобы подключиться. Алло, я слышу. Да, Александр, здравствуйте, да, спасибо вам большое за эфир, очень много полезной информации было. У меня такой вопрос, у меня есть интернет-магазин автозапчастей, в день приходит около 50-100 обращений, некоторые из них негативные отзывы, либо просят вернуть деньги за товар, либо ругаются за долгой доставки. Все эти запросы мы стараемся обрабатывать вручную, но иногда операторы физически за день не успевают обработать 100 обращений. Мы думаем либо над расширением штата, либо внедрением бота. Подскажите, насколько эффективно будет внедрение ботов, или все же никто не поймет и не решит проблему клиента лучше живого оператора. Спасибо за вопрос. По поводу того, что лучше живого оператора, на самом деле такой очень условный вопрос, потому что всем прекрасно знаем, что это все-таки оператор-оператор рознь, но это массовый набор персонала, это все-таки люди, которые зачастую меняются, либо быстро перерастают свои полуобязанности, поэтому могу так сказать, что бота внедрять на какие-то запросы, которые объяснили, эффективно. Потому что его можно добучать, его не надо обучать, назовем так, вы обучаете одного бота на решение таких запросов, нежели вы будете, допустим, у вас несколько операторов постоянно обучать операторов, и операторы имеют свойство срываться, выгорать, они могут быть не в духе, но на это вы никак не повлияете в реальном разговоре, а бот все-таки это тот инструмент, который позволит вначале выслушать запросы, решить, особенно какие-то вопросы, связанные с доставкой, проверкой заказов, с подбором каким-то первичным, если уже полученную информацию, никак с ней сработать человек не может, то перевести на оператор. Поэтому я считаю, что бот хороший инструмент для того запроса, который объяснили. Точно не хуже, чем оператор. Спасибо. Еще следующий вопрос. А можно ли подключить такого бота голосового к какой-то внутренней системе, чтобы, если клиент звонит и спрашивает статус заказа, бот автоматически находил его заявку и озвучил? Смотрите, для того, чтобы поднять статус заказа, это несложная задача, надо понять, кому принадлежит этот заказ. Либо мы должны авторизовать пользователя по какому-то параметру, может быть, номер телефона, надо спросить, либо номер заказа, и тогда, соответственно, он сможет пойти проверить. Опять же, если у нас предусмотр интеграции, он пойдет проверить заказ и выдаст статус. То есть, какие статусы транслировать, мы определяем на уровне сценария. То есть, вы можете сами статус присвоить, это там, ожидая доставка, либо там, согласование и тому подобное. То есть, все эти процессы, которые у вас есть, статусы, вы можете транслировать человеку. То есть, важно понять просто, с каким заказом мы работаем. Нужно авторизации, авторизуйте, нужно получить какие-то данные для определения, определите. Если у вас несколько параметров нужно собрать, помимо номера заказа, фамилию, это тоже как вариант того, вот пойдет свериться и выдаст ответ. Если он что-то не поймет, можно всегда сделать в логике, переспросить. Это тоже хорошая практика. Поняла, Александр. Спасибо большое за ответ. У меня, в принципе, все. Вам спасибо за вопрос. Так, вижу еще одну ладошку поднятую. Сейчас пришлю приглашение Сергея. Идем подключение Сергея в эфир. Здравствуйте, коллеги. Александр, спасибо большое за интересный вебинар. У меня вот такой вопрос. А могу ли вы немножко рассказать о том, как ваши боты понимают то, что им говорят? То есть, что под движком этого бота, под капотом этого бота? Спасибо за вопрос. По поводу под капот. Смотрите, там где-то, не где-то, а в ходе, насколько я помню, когда мы показывали работу AVR, там показывалась часть интерфейса. Смотрите, это в любом случае некая программа свечения, в которой вы видите доступ. Под капотом у него есть определенная логика, которая формируется несколькими способами, в зависимости от того, как вы хотите. Мы можем предоставить технологию, в рамках которой вы можете создавать боты самостоятельно, либо обратиться к нам за заказной разработкой. То есть, боты можно описать либо в виде графических блоков, конструировать, как определенные блоки и конструкторы, там, в лего, там, собирая блоками, выстраивая логику и формируя между связи. Либо, соответственно, если у меня есть свои разработчики, то они могут писать это в коде. Далее, соответственно, вы администрируете эту боту, вы имеете доступ к его диалогам, можете спокойно как бизнес-пользователю их просматривать, вы можете общую логику у себя на экране видеть, если нужно носить практики, не критично, тоже носить, и это тоже работает. То есть, вы получаете доступ к полностью его бенку, в котором можете либо работать с данными, полученными от бота, либо, соответственно, его менять логику, если у вас есть на этот ресурс. То есть, а под капотом, да, помимо того, по строению, у нас, естественно, язык обрабатывает, у нас есть и новая платформа, то, что отвечает за понимание, естественно, языка, работает у нас с несколькими моделями распознавания, мы работаем привычными правилами, это паттерны, это некие, там, регулярные выражения, мы работаем с интентами, это, назовем так, с набором тренировочных фраз, которые являются активаторами, можем работать с логикой по семантической близности, можем использовать разные модели в зависимости от объема данных и классической машины обучения, тут, какие данные в ходе у нас, такие мы и выбираем для обработки обращения, ну, то есть, не только написано скрипты, мы можем подключать еще вот в виде генеративных моделей, о которых я там говорил, вот. Сергей, мы ответили на ваш вопрос? Да, спасибо. Спасибо, Сергей. Друзья, кто хочет еще выйти, нажимайте ладошку, или если вам комфортнее писать в чате, то пишите, мы сейчас чат тоже разберем и также разберем вопросы из формы регистрации, мы про них помним. Саш, тогда передаю тебе слово дальше. Да, ну, давайте вот тут в чате пару вопросов было, я там в конце отвечу. Про поводу срока окупаемости ботов вопрос хороший, в зависимости от того, что мы хотим мы купить, какие мы метрики закладываем для оценки эффективности, я уже сказал. Окупаемость, в первую очередь, это, конечно, многие сравнивают на стоимости минуты диалога бота и оператора. Опять же, надо выбирать равные условия. Если мы говорим про какие-то частотные запросы, вот сколько времени уходит у человека на решение таких запросов, сколько будет уходить у бота. Вот мы сравниваем среднее время разговора, первый показатель, и там понимаем эффективность. Потом, получается, мы понимаем, какая экономия плюс идет еще на использование телефонии, потому что раз зона сокращается, телефонии у нас меньше используются, тоже трафик, плюс какое количество людей может заменить бот. Вот эффективность таким образом. в цифрах выражаться, через сколько это может прийти. Ну, смотрите, по нашей практике, давайте так, если говорить честно, то такие проекты окупаются там в течение года, это нормально. То есть у вас есть отдельные затраты на разработку, и вы должны понимать, что у вас есть выставленный план, и вы закладываете для разработчика, что вы хотите достичь этой цифры, допустим, к какому-то результату. Или это достижимо и форсируется, либо мы там плавно идем к этому показателю в течение этого времени. Ну, можно и быстрее прийти, все в зависимости от типа бота. Понимаете, нужен контекст. Вот поделитесь просто своими задачами, какой у вас тип бизнеса, какое количество обращений, от этого можно хоть какую-то эффективность просчитать и по времени. и система налажена интеграция. Все в зависимости от того, если телефонии, то мы работаем по C-протоколу, хорошему мы можем подключиться к любой телефонии, который у вас есть. Если у вас какие-то сложности с темой, типа Avaya, Genesis, Actel, если я не ошибаюсь, то к ним тоже был опыт интеграции, но там более такой индивидуальный. Если мы говорим про чат-ботов текстовых, то, ну, привычные нам мессенджеры, сейчас, которые есть, действительно активно используются, Telegram, это WhatsApp, Viber, наверное, у нас в меньшую степень. Мы работаем в интеграции с VK, сейчас активная платформа, учетно того, что у нас Instagram менее доступен стал, то там развивается. Плюс мы можем интегрироваться с промежуточной системой, у вас есть операторские окна по типу Edna, Webim, Chat to Desk, с ними уже есть интеграция, там, Каскан. Можно напрямую интегрироваться и с каким-то диджетом, типа JivaSite. Если у вас ничего такого нет, то у нас есть своя платформа для работы с операторами, и можно сделать бесшовно, где будет и операторы работать, и бот, и еще можно суфлеру подключить, то есть сделать такую униканальность. Мобильное приложение тоже можно встроить, есть свой SDK, который позволяет его туда интегрировать на сайте тоже, ну, то есть как бы вот я перечислил то, что часто используется. Есть ли опыт, когда голосовой бот заполняет анкету, например, кредит с клиентом, что-то? Это очень распространено практикой. Все зависит от сложности анкетирования, то есть сколько надо вопросов задать, какие данные нужно заполнить. Точно могу сказать из практики, хуже данные записываются это адреса электронной почты, все-таки это такой очень сложный параметр, как бы ни признасили, там, любая почта может транскрибироваться по-разному, поэтому я бы, допустим, почту электронную не собирал, но номера телефонов, имена, какие-то числовые значения, ответ на запросы, если какие-то, то без проблем вообще это несложно. Вот. Что-то, может, упустил, там, если вопрос какой-то хуш-о, продублируйте. только CRM, API есть у нас открыт, да, мы поддерживаем REST, запросы основные, ну, то есть мы можем там и веб-куки, и HTTP запросы, ну, то есть почему интегрироваться по API можно открыть, API есть как на, отдельно на текстовый канал, отдельно на Google, тоже не составит труда, если вы планируете сами разработать, то, да, вы можете свою API там подстроить под наши. Вот. Давайте двигаться дальше. Есть еще формы регистрации, которые у нас в вопросе были, мы немножко уже за тайминг превысили, но давайте попробуем побыстрее их закрыть. Как если при сбое, если стандартные ответы будут мешать? Ну, смотрите, опять же, к вопросу, если стандартные ответы будут мешать, надо, опять же, сбой какой-то. Если вы знаете, это сбой, произошел уже какое-то оповещение, то всегда можно сделать так, чтобы бот просто не будет на себе задерживать этот канал и сразу попробовать переводить на оператора, если вам так уместно. Если нужно, чтобы бот издержал обращение нервное, и вы знаете, что у вас пиковые сезоны, как я говорил, надо просто подстроить логику, чтобы бот максимально не пропускал через себя. Это эффективный инструмент. то есть, от того, что у вас обращение пойдет на оператора и он выслушает негатив, ничего не поменяется. Если сбой есть, вы устраняете. Вы всегда можете проинформировать через бота, через какое время будет решен запрос. Как правильно рассчитывать эффективность от использования решений вместо сотрудников на первой линии поддержки? Вот я уже часть перевел. Это в зависимости от типа канала, в котором мы используем. Если мы говорим про голос, то часть параметров я уже сказал. Это возможность использовать среднюю среднюю разговора. Это очень важный параметр. Мы понимаем, сколько запросов автоматизации решает бот и таким образом понимаем, какой процент времени мы высвобождаем на операторах. Плюс таким образом мы можем сравнить, сколько мы можем высвободить операторов от решения рутинных задач. Ну, то есть оставить одного-двух, а остальных перевести либо на другое направление, либо если нам нужно оптимизировать, оптимизируем. Здесь еще важный момент используется эффективность от того, в какой инфраструктуре вы используете. То есть если вы используете в облаке конечного вендора, то это отдельная история. Если вы переносите себе на сервер окружения, то есть определенные первичные затраты, коз затраты на инфраструктуру. Но опять же надо сравнить, сколько затрата на содержание инфраструктуры для операторов, сколько затрата на содержание инфраструктуры бота. Тоже один инструмент для решения. Ну, это такие моменты. По поводу чат-ботов, тут же тоже скорость ответа, процент автоматизации, сколько глубина достигает. Это все влияет, сколько потенциально вас убуждается рабочая сила, с которой вы либо прощаетесь, либо переводите на другие направления. Расскажите о необходимых ролях поддержания и развития решений после коммерческого запуска. Смотрите, все в зависимости от того, каким путем вы хотите пойти. Либо вы хотите получить экспертизу для того, чтобы самостоятельно администрировать такие решения. Для этого вы можете пройти у нас обучение. Нам по-хорошему нужны специалисты в зависимости от того, с чем работать. Если обрабатывать скупленные объемы данных, то, назовем так, это аналитик, либо человек, который работает там от бизнеса с диалогами, может просматривать. Это обязательно без какого-то человека опыт разработки и тому подобное. Просто человек, который умеет работать с обращениями. Это тот же самый супервайзер, который просматривает диалоги операторов, и также он будет просматривать диалоги бота, понимает, как его обучать. У нас это очень доступно делается. Если мы говорим про написание логики бота, то, конечно, это гингвисты-разработчики, это люди со знанием либо Java, либо Python, те, которые могут погрузиться в дизапрограммирование, либо, соответственно, люди от бизнеса могут использовать наш графический редактор для построения логики бота, но, конечно, первичное обучение требуется. И не факт, что здесь нужен какой-то человек со знанием кода или каким-то бэкграундом. Первичные хотя бы знаниями по тому, как устроена информационная система, если он настраивал какие-то свои системы типа CRM, знает, кому обращаться, то есть, как бы, он может сам администрировать эту бота. Но вот сказал, что линдвист-разработчик, разработчик, который там обладает одним из языков программирования, если вы с нуля пишете диалоги, то, конечно, это дизайнер диалогов. У нас есть отдельные люди, которые проектируют логику сценарную, как раз на основе которой идет уже разработка. Если уже углубляться, то такой человек тоже вам понадобится. Ну и плюс аналитик, либо человек, который просто умеет работать с текстными запросами, потому что любая расшифровка, неважно, в голосе или в тексте приходит, и мы с ним можем работать на предмет того, как дальше добучать бота или какие корректировки вносить. Вот. Как предотвратить массовое обращение? Я уже говорил про это. Если это сезонные какие-то обращения, нужно предугадывать. То есть всегда может послать боту какой-то сигнал о том, что произошел сбой, и у него по сценарию логот, и что в случае запросов таких он должен как-то общий отвечать, либо по своей логике. Ну и если произошла какая-то авария массовая, то опять же всегда надо вот момент надо присмотреть сценарии, опять же, все в сценарии, в логике его, чтобы бот мог таким обращением работать. Если вначале он не может работать, и у нас такой случай произошел, то просто добучить его внести его память. Вот. Ну, наверное, это вот все, что было основное интересное. Часть вопросов я уже, наверное, закрыл. И для удобства, смотрите, если кому-то хочется получить персональную консультацию, вообще пообщаться чуть подробнее по кейсу, потому что вопросы были прям какие-то частного порядка, прям вырванные где-то из контекста, но есть общие вопросы, то заполняйте анкету, с удовольствием расскажем вам. Ни к чему не опязывает. Вы хотя бы, может быть, познакомитесь ближе с этой индустрией, особенно с внедрением ботов, и дальше уже примите решение, насколько с этим интересно работать. Вот. Ну, а для тех, кто, допустим, не определился и не услышал для себя какой-то там, назовем, таблетки, которая поможет от всех болезней, можете перейти на наш сайт. У нас есть раздел готовых решений. Есть решения, которые внедрены в продакшн, есть решения, которые были там пропилотированы с определенной логикой. Выберите для себя, там есть фильтры по отраслю, по типу решения. Если это будет вам близко, то как раз это та основа, с чего можно начать поход в автоматизацию. Посмотреть, проконсультироваться. Это уже полуготовые решения, они быстро внедряются от месяца до двух и быстро показывают результаты. Внедряются прям определенный тип задач. Мы прям рассказываем, какие здесь уже заготовки, небольшая оптимизация под ваш бизнес и добро пожаловать в пул клиентов, которые уже внедрили это. И важный анонс. Мы такого раньше не делали, подумали, что будет достаточно круто и надеюсь, вам понравится. Как раз сделали роботы, которые поможут сделать МПС-опрос. Поинтересуется у вас, насколько вам вебинар понравился. Надеюсь, вы проставите честную оценку. Он задаст пару отличающих вопросов. И как раз таким образом вы проверите технологию на себе. позвонит он, насколько я помню, Наташа, после того, как вы получите материалы, туда рассылка будет, после этого он совершит опрос. Если вдруг он у нас не дозвонится, не пугайтесь, он перезвонит еще раз. Ну, если не захотите общаться, тоже такой вариант возможен. Это на тот случай к вопросу было анкетирование. Ну, по-хорошему, вот этот вопрос. Не прямо анкетирование, но логика может быть такая же, провести анкетирование, пообщаться и получить эти данные, которые мы дальше соберем. А по вам я пойму, какие оценки и хотя бы куда двигаться с развитием наших вебинаров. Может быть, что-то вы скажете, куда стоит нам обратить свой взор и раскрыть эту тему, помимо того, что мы сегодня рассказывали и анонсировали следующий вебинар. У меня, наверное, все. Не, наверное, а точно. Спасибо вам большое. Мы немного вышли за тайминг. Час 10 получилось. Надеюсь, было полезно. Если какие-то вопросы не ответил, мы посмотрим потом чат, ответим вам либо в тексте, либо перезвоним. Опять же, не пугайтесь, если будет неудобно перебеседовать, мы ответим вам на почту. Ну и, соответственно, получите все материалы после вебинара, как обещала Наталья. Вначале мы не жадны и всем расскажем, что все эти поповестили. Уже немного заговорился. Все, самый ресурс закончился. Поэтому спасибо вам большое. Огромное спасибо за вопросы. Когда есть вопросы, значит, есть увлеченность. Это интересно. И хорошего дня. Ну, да, забыл последний слайд, почему-то переключил. Это всегда забываю про себя. Рассказал, рассказал. Да, если кому-то надо, запишите контакты, а не кому надо, записывайте контакты, сканите QR-код, пишите либо звоните. Я расскажу подробнее о том, что сегодня повестил. Опять же, важно то, что я сегодня рассказываю, я это применяю на практике. То есть, я как раз человек, который вовлечен в этот процесс, а не так, что я просто рассказал и об этом забыл. Все, что интересно, было, раскроем подробнее. Если у вас какой-то индивидуальный запрос, будет круто как раз активизировать свое сервисество в голове. Привлеку клиент, коллег, которые могут еще это дораскрыть для вас. Все, давайте заканчивать. Спасибо вам большое. Спасибо.